Теперь в Плесецкий район, 17 лет реставрации и личный контроль президента в Кинозерском национальном парке. Торжественно открыли Почезерский погост, уникальный памятник деревянной русской архитектуры. Когда-то таких на севере было больше ста, теперь всего шесть. Из Кинозерия репортаж Виталия Барашкова. Звон встречный разнесся над Почезерским погостом в деревне Филипповской впервые за 82 года. Праздник начался с освящения восьми новых колоколов. Восстанавливали звонницу по фотографии 1903 года. Колокольные звоны – это такая душа любого храма, что когда мы думали о реставрации, о восстановлении погоста, то очень хотели бы, чтобы возродились звоны. Особенностью почезерского погоста является его архитектура. Здание комплекса, две церкви и колокольные, являются единым пространством, которое еще называют тройник. Почезерский погост – один из шести таких тройников, сохранившихся на русском севере. Освятили летнюю церковь, украшенную небом. Это деревянный потолок, расписанный на библейские мотивы. Благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Он свящается храм сей, окроплением воды сия священная. Продолжением праздника стал крестный ход, ознаменовавший полное возвращение почезерского погоста в духовную жизнь кинозерия. Я не знаю, что такое счастье. Я иногда об этом думаю и не могу дать для себя определение счастью. Но мне кажется, что я вот сейчас счастлива. Реставрация храмового комплекса началась еще в 2001 году. Первое время работы финансировались Министерством культуры России и норвежской стороной. В 2010 году финансирование приостановили. Три года спустя, после личного вмешательства президента Владимира Путина, памятник вновь стали восстанавливать. Великий труд завершился. И мы все с вами сегодня счастливые люди, потому что мы здесь и можем прикоснуться к этому действительно великому событию. В прошлом почезерский погост являлся центром почезерского прихода, в состав которого входили 23 деревни. На празднике и живущий сейчас в Петербурге Валерий Велеславов, потомок псаломщика, служившего в храме более 50 лет. Эти места полюбил мой сын. Я даже не знаю, никогда ему. Ну, рассказывал, конечно. Он сам поехал, сам разыскал эти места. Все. И теперь ездит каждый тут же третий год. Он даже больше меня знает. Торжественная часть завершилась вручением архиерейских грамот, приложившим свои силы к установлению памятника архитектуры. Под конец праздника над Почезерским погостом вновь запели колокола, после долгих лет молчания. Виталий Барашко, Светлана Михеевская, Регион 29.